пошла на огород вот это вот несу муж навстречу ты горит ты горит куда с этой шишкой то с этой шишкой то я чё куда вот тут у меня этот красный перец короче вот у меня тут огурчики раз два три уже пересажена но этот уже второй раз потому что пришла кирдык голову повесил а ползают муравьи потому что и они у меня стебелечек прокусили нет не черная ножка была а именно прокусили сок там они пьют или едят ли чего не знаю они у меня прокусили этот самый стебелечек вот пришла а вроде сыпала сюда порошок так как карбофос сыпала сюда бесполезно все равно бегали ну вот сейчас вот особо не вижу сегодня у нас кстати прохладно солнышка нет и в теплице хоть я двери открыла но это прохладненько ну ладно что делать то пускай закаляются сыровато конечно им такая погода не очень огурчиком но что делать и короче я сейчас просто-напросто эти перчик у меня тут сыпется насыплю сюда перец надо бы еще так прикопнуть конечно же по всей поверхности это мой перец мой я его рощу и в этом году буду много выращивать потому что он в принципе то хорошо на огороде так и вот сюда тоже ой сейчас чихать начну вот видите насыпала попала уже и в рот и в нос их ну и хорошо все пошла на огород работать ну а сегодня у нас пасмурно и капает дождик мы сейчас так тепло утром вышло плюс 8 а сейчас уже где-то наверное градусов 10 так хорошо так тепло дождик немножко так побрызгивает и прям сразу все зазеленело вчера еще было так все желто все хмуро а сегодня уже просто вот все зазеленело цветочки какие-то там цветут уже начинают примула вон там моя зацветает такого вида и и другого вида все прям аж клумба вон все уже полезли полезли цветочки ну а я что сейчас буду делать у меня ведь огород то ведь не ухожен грядки то все так и не ухожены так это моя его и ивушка красавица подстригаю все вот так вот насыпано насыпано все некогда было заняться огородом все какие-то то ли другие дела то у нас зима естественно не будешь ничем заниматься то у нас лень да это в первую очередь то не охота ну и вот начали мы что-то нитка не это самое надо натянуть ее ослабла нитка вот он тут у меня протянул чтобы сделать ровненькую грядочку и вот обделать их такими блоками посмотреть как и чего хотя бы одну но немножко тут у него выпирает надо все таки ее туда за эту то есть я сейчас буду вот обрезать обрезать ровненько обрежу а у меня во время обрезки попадется клубника мне жалко у меня только одна грядка клубникой в приствольных кругах и мне хочется я люблю очень эту ягоду мне очень хочется ее о это новая нора ну ты посмотри ка все опять там ползают внутри ну вот что во новая нора ну вот как ты будешь делать а что делать с ними с этими собаками я вообще не понимаю так это мелиса не знаю пойдет не пойдет от семян она но не выскакивает не выкуркивает значит ее можно убирать а вот здесь где-то у меня а вот у меня милиса где выскочила тоже буду значит это я все обрезаю здесь у меня остается клубника я ее естественно буду подсаживать вот стоят и все стоят бренчат нет все равно ведь им там надо ползать а ну что ж такое о господи боже мой еще и насморк то этот так значит буду ровненько так вот обрезать ее эту грядочку а клубнику я буду куда да на свободное место вот у меня например чеснок вот здесь растет чеснок тоже надо облагораживать это эту грядку она как бы в центре посадила я чё-то чеснок в этот раз тут-то что мне тоже чеснок вон он он вон он из по травке выкуркивает и я между между вот чесноком часто 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 посажу клубнику а потом у меня будет конечно же пускай чесночная грядка вот что ничего нету вот этих никаких листочков нет ничего он у меня это гортензия так и не пошла ёшкин цвет ну как мне жалко и это тоже гортензия тоже так и не зацепилась странно неприхотливая вроде гортензия тут вообще об голодали пришли об голодали было немножко он все уже об голодали и тоже что-то не идет из-под корешка в общем посажу сейчас вот здесь вот я клубнику а потом по весне я может ее рассажу или не рассажу также я посыплю вот на такие грядочки на все грядочки у меня очень много семян индау очень много семян кресолата укропа просто разбросаю сейчас вот взрыхлю в связи с тем что я буду садить у меня конечно взрыхлится земля и я сюда посыплю вот эти вот семена этих пряных трав ой как я люблю комбинированные грядки вообще у меня здесь вот я хотела высадить кусты вот на этом участке красивые кусты гортензии калина бульденеш ну чтобы как-то вот оформить вот этот вот наш участок ну чувствуется что вот только зацепилась калина бульденеш здесь и калина бульденеш вот здесь а гортензия так и не зацепилась ладно вот как быть то что делать потому что грызут все тоже ведь ползают тоже там хода и ходы и выходы есть в общем вот сейчас я этим и займусь займусь клубникой также нам надо будет пересадить деревья пока самая хорошая вот погода когда прохладненько для укоренения когда дождик немножко покрапывать самая хорошая погода для посадок для пересадок и для укоренения то есть вот даже пересаживать это что не знаю что пересаживать там допустим вот перчик у меня стоит открыла я его один единственный стоит всей грядки высадила пока пока стоит также у меня стоит чего вот грядка теплая грядка термос грядка под пленку дынька тоже открыла на ночь я закрываю закрываю вот этим закрываю вот этой вот бутылки у меня стоит с подогревом стоят сейчас открыла потому что пускай тоже свежим воздухом по это с подышат и также вот у меня питунья вот там высажена питунья его там где-то у меня стоит бочка вода на на щетка показываю она на нее показывает нет вот бочка стоит я тоже туда высадила тоже там укрытие сняла ну что поехала я поработаю погодка хорошо солнышко с яркого нету а вот еще у меня валяется рябчик рябчик надо убрать все уже вот он рябчик вот такой вот он у меня будет голландский голландской серии из голландии что-то тут написано даже набирает свет и вот этот малепусенький тоже на деточку как-то уж пожалела у меня столько много столько много у меня этих думаю да ладно давай я у тебя их куплю вот этот я покупала вот с прошлого года у нее был прикупанный и уже с корешками она мне дала вот он уже расцветает скоро скоро зацветет вот уже боюсь все прикрывала тут всяко разно тут его ну все уже большой ничем не прикроешь особо так вот у меня посажены в глубокие емкости чеснок дано отрезано вот чесночок он уже взошел посажен как как яровой так и озимый здесь у меня прям часто часто я насадила посмотрю потому что вот тут то вот я вижу чувствую что вот сейчас он нормальный у меня чеснок вот он все как бы зацепился но в процессе лета вот он чесночок он у меня нормальненький такой высоконький уже все нормально но уже желтеет да уже желтеет вот и в процессе лета там будут рыть норы просто-напросто будут подбираться к корешкам что-то вся как это расхлюпалась и зачем а все выбегая потому что вроде бы и жарко вроде бы и ветрища и все и я боюсь что они мне опять повредят поэтому я посадила несколько колб вот такие вкопала сами знаете какие-то вот эти вот у меня которые я постоянно про них говорю я и бадями называю светлана все смеется до цветочки ой у которой цветочки в общем короче вот так а тут то что у меня выросла не знаю что такое тут у меня какой-то пошел цветок тоже не знаю вот еще грядка у меня не удел не удел а чистотел то у меня и мелиса здесь пошла вот как это конечно я обойду я не буду здесь ничего садить я ее так обойду вот этот чистотел и вот это и буду выращивать потому что у меня чистотел это вот для меня все я вообще его добавляю в чаи чистотел мне он нравится очень как травка полезная очень опасная очень ядовито так что вот да еще хочу под пленкой вот эту что ли открыть у меня здесь вкопана ванночка ванночка из-под душа наверно мы нашли сейчас я наверно немножко открою а потом закрою пускай прольет я уже тут замульчировала кстати он да да жарко жарко тут всему ну вот тут тоже чесночок у меня мелкий был посажен меленький прямо чеснок и вот замульчировала я травой и пускай прольет здесь тоже прокапает а вот здесь вот в ящике посажены тоже чтобы не рыли вот видите все как-то пытаюсь стараюсь все вот это тоже чеснок для рассада у меня бульбочками бульбочками садила вот тоже его размножаю здесь то дырки большие а здесь то дырочки то мелкие вода то не успеет если сильный дождь то зальет и будет тут вообще влага стоять поэтому я прикрываю с зимы у меня не было прикрыто и было при вообще влажная земля я думала ничего не взойдет а нет вон все взошло все зашло парит так как здесь прям аж тепло аж прям тепло представляете ну пускай по открыто будет